Добрый вечер, в эфире «Вест Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. С какими вопросами сталкиваются сегодня семьи участников СВО? Сенаторы в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию встретились с ними. Какие вакансии может предложить завод по выпуску цемента на предстоящей ярмарке 14 апреля? На предприятии «Кавказ Цемент» побывала съемочная группа «Вестей». Его вклад в карачаевскую литературу неоценим. В кочевую имене Умара Алиева прошел вечер памяти Азамата Сьюинчева, которому исполнилось бы 100 лет. Всевозможные конкурсы, заседания, яркие эмоции. Школьники Карачаевска активно включились во всероссийскую акцию «День здоровья». Член парламентской координационной группы по вопросам СВО, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию встретилась с семьями участников специальной военной операции. На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» жены и матери участников СВО задали сенатору вопрос о реализации мер социальной и правовой поддержки. Они касались реабилитации военных и восстановления здоровья после воевых ранений, процесса произведения назначенных по закону выплат, льгот на оплату коммунальных услуг. Член парламентской координационной группы по вопросам СВО Инна Светенко отметила, что все вопросы, которые были затронуты на встрече, будут представлены руководителю рабочей группы по вопросам СВО, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с предложением для включения в доклад президенту Российской Федерации. Ситуация, в которой находятся все, она первая. Первое, ни мы, ни, слава богу, наши родители этого не испытывали, и поэтому, конечно, много нюансов, которые необходимо подправлять прямо, что называется, с колес. И знаю, что вы не понаслышке в своих семьях ощутили вот это положение. Для меня важно узнать, какие есть, может быть, там, системные ошибки, может быть, есть еще то, что вы чувствуете, недостаточно делается с точки зрения государства, как меры поддержки семей, либо нюансы по выплатам есть какие-то, которые вас не устраивают. Ряд вакансий представят предприятия Карачаева-Черкесии на предстоящей ярмарке 14 апреля. «Кавказцемент» давно зарекомендовал себя как надежный работодатель. Предприятие имеет почти половековую историю, здесь работают семьями целыми династиями. Надежность, стабильность и выполнение всех социальных гарантий. В этом убедилась Альбина Ламкова. Для этого съемочная группа направилась в цех помола цемента. Из карьера получают известняк и глину. Она перемалывается в масштабных мельницах. Эту смесь называют шланг. После чего она попадает вот в эту гигантскую печку. Здесь она обжигается и сушится. В печи 1500 градусов впечатляет. Эффект от увиденного несомненный. Но нужно внимание и соблюдение техники безопасности. И это не обсуждается, говорит Кемал Карабашев. Он начальник цеха помола цемента. Устроился на «Кавказцемент» слесарем-ремонтником. Через полгода перевели на другую должность. Затем шаг за шагом, видя трудолюбие, давали шанс на более ответственной работе. Он не подводил. У меня был руководитель Соколов Олег Владимирович, который, так скажем, меня отдал в Белгород на обучение технологам. Я поступил в ВУЗ. Не жалею об этом. Затучился опять лет. После чего приехал обратно. Могу реализовать все свои идеи, любые возможности. Поддержка специалистов – это часть кадровой политики холдинга «Цемрос». Он является одним из лидеров цементной отрасли России. Завод «Кавказцемент» в нашей республике входит в этот холдинг. Для мотивации сотрудников организуются масштабные курсы обучения, тренинги, стажировки, конкурсы. Действуют программы материальной помощи и поощрений. Ежегодные корпоративные программы отдыха детей в летних лагерях и другие меры поддержки сотрудников. Что дает дополнительный стимул к профессиональному росту, говорит Кемал Карабашев. Идет полный соцпакет. У нас и больничные, и отпускные. У нас есть все. Есть столовая, есть дотации на питание. Комель шикарно. Есть фельдшерское отделение. Мы приходим в любое время. Головная боль, борезы, ушибы. Всякая боль, потому что это производство. Так помогают во всем. Для Кемала Карабашева важна не только социальная стабильность, но и атмосфера в коллективе. Взаимопонимание и поддержка. В будущем планируют помогать молодым кадрам в адаптации. Отметил он. Альбина Ламкова-Лебастанов. Вести Корчаева-Черкесия. Усть-Джугутинский район. В Центре занятости населения по Черкесску состоялась встреча руководителей отделов с журналистами. В Центре рассказали, что к ним приходят не только с целью поиска работы, но и смены профессии, открытие своего дела. В Центр может обратиться любой гражданин. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. В Центр занятости населения может обратиться любой гражданин, желающий поменять профессию или оставшийся без работы. С соискателями осуществляется комплексная работа по всем направлениям. Клиентам предлагаются разные услуги. Прохождение профориентации, психологическая поддержка, помощь в создании резюме. На сегодняшнее число у нас проходит обучение уже 9 человек. Один человек уже закончил. То есть люди подают заявление, заявочку Центр занятости одобривает. Мы рекомендуем и дальше уже идет обучение. По статистике, около 40% обратившихся в Центр занятости находят работу благодаря открытым отборам. Это специальное мероприятие, где соискатели могут вживую пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы. В рамках национального проекта «Демография» профессионально войти в новую сферу деятельности могут граждане следующих категорий. Для этого необходимо зайти на портал «Работа в России» и подать заявку. Там тоже могут принять участие различные категории. Это могут быть и женщины, находящиеся в декретном отпуске до 3 лет. Это могут быть женщины, не состоящие в трудовых отношениях, у которых детки до 7 лет. Это могут быть безработные граждане, это могут быть граждане 50 лет и старше, и граждане пенсионного возраста, и граждане различных категорий до 35 лет. Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по профессиям, востребованным в нашем регионе. Одним из мотивирующих примеров стала Елена Олехина по образованию психолог, которая сейчас является успешным косметологом. Обучение было бесплатное, что я могу заметить. Обучение проходило на базе Северокавказской государственной академии. По окончанию нашего обучения нам были выданы удостоверения государственного образца. Сейчас, на данный момент, я сменила род деятельности, я открыла самозанятость, успешно работаю, применяя данные знания. Центр занятости населения уделяет внимание молодежи, выступает в роли наставника. Для учеников старших классов школы, студентов вузов и СУЗов по инициативе Центра и поддержки работодателей республики проводятся мероприятия, позволяющие школьникам знакомиться с рынком труда, узнать о востребованных профессиях. Альбина Курочинова-Кенжи, Валек Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью плюс 3-8, в горах минус 3-2, а днем 13-18 градусов тепла и местами до плюс 13. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 4-6, а днем 13-15 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Дилерский центр «Агритим» – один из лидеров области внедрения современных технологий земледелия на юге России. Оказывает услуги по поставке импортного сельскохозяйственного оборудования, запчастей и расходных материалов. Компания «Агритим». Эффективное решение с научным подходом. В этом году исполнилось бы 100 лет с отня рождения народного поэта, прозаика, педагога, общественного деятеля Азамата Алимовича Суинчева. Эта дата широко отмечается в республике. Ему посвящены творческие конкурсы круглой столы. О вкладе Азамата Суинчева в карачаевскую литературу, в Качагу на торжественном вечере и научно-практической конференции говорили ученые, коллеги, родные и близкие. Из Карачаевска репортаж Алла Динаевой. Качагу всегда был центром научной и образовательной мысли. Ученых, учителей, студентов собрала самая масштабная конференция по глубине изучения и исследования творчества Азамата Суинчева. От имени многонационального коллектива университета гостей поприветствовал ректор вуза. Таусултан Узденов отметил, что значимость любого народа в мировой истории оценивается по его людям, которые прославляют свою родину и которыми гордится его народ. Имена таких людей, как Смаил Семенов, Казим Мечиев, Кайсын Кулиев, Азамат Суинчев подняли силу и красоту нашего родного языка на высокий уровень. Творчество Азамата Суинчева многогранно. Им написано более тысячи стихотворений, десятки поэм, рассказов, повести и около ста литературных портретов современников. Он автор более 30 книг художественной литературы и научных трудов. Много лет назад случайная встреча Азамата Суинчева и его супруги Любовь Петровна с 18-летним абитуриентом Ставропольского мединститута Бориспием Тимрезовым сыграла огромную роль в жизни молодого юноши и оставила добрый след. Вы знаете, Азамат Алимович оставил неизгладимое впечатление в нашем народе. Он в моем сердце. Почему я это говорю? Я уйду в небольшой экскурс. Значит, в далекий 67-й год, как я познакомился с Азамат Алимовичем. Это 56 лет тому назад. Азамату Алимовичу тогда было 44 года. Красивый, харизматичный. Очень приятный человек. Могучий талант поэта и его энергии оказались способными отразить в высокохудожественных произведениях особенности вхождения своего народа в новые исторические реалии. В то же время творчество Суинчева явило перед нами выдающиеся образцы лирической поэзии, искрящиеся радостью и светом, наполненные добром и мужеством, душевной щедростью, славя любовь и ставя женщину превыше всего. Женщину-мать в особенности. В этом он видел свое призвание, говорили выступающие. Азамат Алимович Суинчев спас совесть народа. Если немножко философски посмотреть на слово «совесть» – это «намыз». Это значит, что это превыше всего. Университет у руководителя книжного издательства Роза Боин-Сузова преподнесла в дары экземпляры книг, выпущенных в этом году по госзаданию. А к столетию Азамата Алимовича был издан библиографический указатель. Азамат Суинчев воспитывался на традициях фольклора и национальной литературы. В 1937 году, когда был репрессирован Хасан Апаев, в Джигуте из библиотеки все книги бросили на улицы, на земле и поджигали их. Он учеником достал эту книгу из огня, и вот эту обожженную книгу он увез в Среднюю Азию. Настолько он с уважением относился к этому первому карачаевскому роману и не мог уехать, чтобы это произведение не было словом. Молодой поэт был призван на фронт, а после испытал и тяготы лишения со своим народом. А когда вернулся на свою историческую родину, где первой изданной книгой была «Хобанны Мончаклары» Бусы Кубани, в которой центральное стихотворение посвящено возвращению, когда при вершнями люди пили воду из родной реки. Есть еще дома много неопубликованных архивных материалов повестей, которым дали отзывы такие великие поэты, как Константин Симонов, говорит дочь Татьяна. И хотелось бы, чтобы и они увидели свет. Алладинаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. С размахом отметили Всемирный день здоровья педагоги, учащиеся Третьей школы Карачаевска имени Харуна Богатурева. В увлекательных испытаниях яркого праздника, весны, главная задача, которую он напомнит всем о самом важном, приняли участие даже самые маленькие ученики начальных классов. Ахмат Халкевич продолжит тему. Насыщенному духом здравия и спортивного азарта дню дала старт замдиректора Лилия Аскировна Артабаева. Она отметила высокий статус и значимость юного дня здоровья. Это международный день, поэтому отмечают его не только у нас в России, но и во всем мире. Каждая школа по своим планам. Ну а план, разработанный в этой школе, оказался весьма насыщенным всем возможными конкурсами, состязаниями и яркими эмоциями для всех. Спортивную часть я открыл волейбольный турнир старших классов. Не менее динамично были веселые старты среднего звена. А начальные классы покорили Комсомольскую гору на юго-восточной части Карачаевска. Мы были в парке, гуляли, играли, катались на самокатах. Мне очень понравилось. Желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы вы никогда не болели. Также никому не оставили равнодушные выступления пловцов, опять же, из числа самых юных учащихся школы. Малыши продемонстрировали все, чему они научились на внеурочных занятиях по плаванию. Ахмат Халкечев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго и до встречи в эфире.